Всем доброе утро! Сегодня у нас понедельник, у меня выходной. Завтракаю, сделаю себе такой чайничек чая, потому что я пью его очень много. Такую вот кружечку. Мне кажется, нужно самим создавать себе праздничное настроение. Здесь у меня лампочки, здесь у меня кот, как всегда. И вот вчера нам пришла посылка от родителей, так что я кушаю черный хлеб с литовским сыром и языком. Мяско. Очень-очень вкусно. У нас уже, как всегда, горит елочка. Там еще сумка, нужно выкинуть с пустыми пакетами. Хотела вам показать корм, который купила Фабиан. Ну вот, я вам уже показывала стандартный уринари, который мы заказываем. Я купила просто в ближайшие ветеринарке. Он уже услышал, что я шуршу. Взяла небольшую пачку, потому что я все-таки думаю, что мы поменяем корм и, возможно, нам разрешат перейти на обычный, потому что мне не нравится состояние шерсти Фабиана, его шерсти. Он не такой пушистый, не такой пухленький, как было раньше. Вот. И взяла... Я сегодня ходила обменять, потому что я взяла вот такой вот паштетик. Ну, как бы это не паштет, он называется кусочки курицы в грейви соусе. Вот. Ему очень понравилось. И я, когда покупала, я не заметила, что что-то чем-то отличается от того, что выглядело идентично. Просто вот здесь снизу было написано, что это паштет. Я вам вставлю фотографии. В общем, это был какой-то, мне кажется, печеночный паштет. Фабиан в шоке на меня смотрел, что ему тут такое выдало кушать. Он был не в восторге, поэтому вот я одну испортила, пошла к ним, говорю, я его скупила, не могли бы поменять. Они с удовольствием мне обменяли на вот то, что ему нравится. Сейчас я вам покажу поближе. Вот такой даже здесь по-русски написано, кусочки в соусе. Вот. Очень ему нравится. Он уже упаковочку съел. И что я вам еще хотела показать? Здесь вот я под елочкой, кстати, поставила подарочки тоже от мамы. Вот этот кекс. Он, кстати, в Lidl продается. И еще смотрите, что я купила в Tesco. Поменяю. У нас, знаете, на столе всегда подставки по чаю, напитки какие-то. Вот. И я решила купить вот такие. Они стоили недорого, потому что просто в обычном супермаркете. Мне кажется, они очень атмосферные. Будка такая почтовая, лондонская. И они довольно-таки плотные, что классно. Сверху можно просто тряпочкой протереть. У них такая защитная пленочка здесь сверху. Вот четыре как раз. Так что я сейчас на столе заменю. И мне кажется, будет смотреться очень красиво и празднично на столе. Я сегодня иду в новых ботиночках. Вот так вот они выглядят. У меня такие бежевые штанишки, серая кофта. И вот, мне кажется, смотрится неплохо. Не бойтесь носить светлую одежду и светлые брюки с темной обувью зимой. Всем привет. У нас сегодня на радость очень хорошая погода. Прям вот шарфик даже не нужен. У меня обед, как всегда. Я взяла сегодня особый компьютер, чтобы обрабатывать видео. Я иду сейчас на почту. И потом обед. Буду купить и обрабатывать ложек. Вот. Что я хотела сказать? Сегодня у меня план хулиган. Я утром рано начала. Потом у меня катикюрт. Потом мне нужно починить трохать один, который я принесловала у Моники. Потом на старую работу забрать шампуни, которые я заказала у них маме. Хотя посылка уже уехала. Ну, ничего. Никогда не помешает. И так, где почта? И что еще? А потом план хулиган. Мне нужно сварить суп тише куриный. Потому что он простыл. Вот у них два дня было выходных. Он отреживался дома. Пил лекарства. Но так, все еще не выстарил. Так что буду варить мукуриный супчик. Вот так я иду домой. Сумка, мешок. Другой мешок. С собой лаптоп. Я в кедах, потому что с педикюра вышла, чтобы не смазать. Замотала пленочкой. И вот такая вот я вся растрепанная, потому что на улице дождь. Неприятно очень. Вот. Ну и голову нужно помыть, конечно же. Вот. Так что сейчас приду домой. Вышла новая серия сериала Яны. Супер. Так, давайте я открою дверь. А то сейчас меня куда-нибудь увезет этот лифт. Вот. И кушать вкусняшки, которые мама прислала. У меня обед. Иду за едой. Смотрите, какой у меня крутой зонтик. Вот такая вот у нас зима в Лондоне. Идет дождь. Всем привет. Сегодня у нас в субботу. Забежала быстро на своем обеде в Мак. Купила девочкам вот такие подарки. Ну, как бы это просто подарочная такая упаковка. Я попросила. И там внутри мини-помада Ruby Woo. И мини-пигмент naked. Пигмент, я так сказала. Надеюсь, девочкам понравится. Здесь у меня пять штучек, потому что он в моей команде. Пять девочек. Вот. Такой вот лично от меня подарок. Мне кажется, им будет приятно на Рождество. Сейчас еще быстренько приду. Открыточки подпишу. И вот, вручу им. Всем добрый вечер. Сегодня у нас суббота вечер. Я закончила работу. Зашла в магазин. Погода у нас ужасная, если честно. Льет весь день мерзко. В общем, зашла я в литовский магазин. Купила кучу косы. Это такие, не знаю, по-русски, по-моему, слижики. Не знаю. Это традиция на Рождество. Вот такие вот штучки кушать. Не знаю. Не такие, как сухарики с маком. Вот. Взяла побольше, взяла поменьше. Вот, смотрите, фунт 79, фунт 10. Вот эти, мне кажется, вкусные. Я не знаю. Не помню, какие были вкусные. Вон, купила две пачки, потому что у нас будут кости. Просто в мисочку высыпаю. Очень вкусно с чаем кушать. Либо, по-моему, я не знаю, если сейчас на чехах кушают. Я попробую найти какую-нибудь информацию. Если найду, то обязательно напишу вот здесь вот какой-нибудь бегущей строкой. Что за традиция и почему. Я просто знаю, что кучукасы вот эти вот именно слижики кушают на Рождество. Далее купила, как всегда, пельмени под водочку, сметанку. 25-го будет что кушать, если вдруг ничего у нас не будет. Взяла вот такие вот две докторские колбасы. Вот тут написано. Пьянишка, значит, молочная вертадиша. Это вареная колбаса. В общем, типа докторская для салата. Потому что я поняла, что уже сегодня суббота. Рождество у нас во вторник. Ну, типа со вторника на среду. И я еще ничего не покупала. Не закупала с продуктами никакими. Ну, и также взяла вот такую вот колбаски захотелось. Я ее так порежу. Это сушеная берну. Вот эта биовела очень вкусная. И, кстати, вот за все это я заплатила, смотрите, 20 фунтов 63 пенс. Ну, как бы дороговато. Не знаю, сколько эти пельмешки. Сверху вам 5 кг. Вот сметана, допустим, 2,79. Колбаса. Колбаса 2,29. Вот эта колбаса 4,79. Вот. Ну, в общем, вот такие вот цены. В литовском магазине всегда дороже. И смотрите. А, еще вот такие вот у меня качукасы. Я из коллега по работе подарила. Смотрите, очень классные. Они такие маленькие-маленькие совсем. Вот очень красиво упакованы. И потом, я как поняла, это можно повесить как игрушку елочную на елку. Так что я обязательно повешу. Также, смотрите, подарили нам на работе. Всем и каждому. Чтобы мы использовали меньше пластиковых бутылок. Вот такой вот, типа, как термо-кружка, термо-бутылка. Это вот наш цвет, как бы, signature. Ну, как бы, знаковый, не знаю. Ну, в общем, цвет компании, да. И здесь написано Hatchesons. Вот. Очень классно. Я ее еще не использовала. По-моему, и вот просят всех не приносить бутылки пластика, а пользоваться именно такими. Еще бы имя наше выговоривали. А то, знаете, у всех одинаковые. Как мы будем их различать? И одну бутылку забыла на работе. Но есть вот эта, которую мне недавно подарила. Одна девушка, которая приходит к нам в салон. Она, в общем, редактор бьюти. Я ставлю ее в инстаграм. Здесь ссылку. Она, как бы, большой такой бьюти-эдитер. Она, естественно, приходит к нам бесплатно. Вот. И, ну, я, как бы, слежу за тем, чтобы правильно все было записано. Все ее записи в нужное время. Если там что-то нужно поменять, она меня лично контактирует. Вот. Вот такую вот бутылку шампанского Брюд Премьер. И я сразу не заметила. Заметила только потом. Смотрите. Она была в таком мешочке. И здесь вот записка написана. Дорогая Александра, спасибо, что... Вы всегда так со мной терпеливы. Каждую неделю со всеми моими записями. Типа, я очень рада, сэра. Вот. Так что очень-очень приятно. А вторая бутылка была именно от коллеги по работе. Шампанское. Но оставилась в офисе. И еще получила... Ну, так получила. Фармджол у нас на работе. Там два крулосанчика с миндалем. Вот. Так что не знаю, Диша будет кушать или нет. Но я взяла. А сейчас буду обрабатывать видео на завтра, в воскресенье. Вот. Так что у меня будут выходные 24-25-26. Постараюсь что-нибудь еще снять, выложить, чтобы почаще вас радовать уже в январе. Я знаю, что у вас в России большие каникулы. Вот. Может, просмотров будет больше. Потому что сейчас смотрю на блокбусах моих рождественских. К сожалению, просмотров не очень много. Последние покупки перед рождеством. Смотрите, два мешка. Я, как всегда, в пижаме. Иду. Сейчас покажу вам, что я накупила. Так, смотрите. Вот, что я купила. Если вы видите, там мыло опять. В общем, помните, я покупала Монике одну. Одно маме. Одно себе. В общем, в итоге получилось, что маме я отправила сразу две. Я вообще не помнила. Ложила все, клала вообще в сумку все, что можно было. Вот. Так что купила два. Возможно, Вике один подарю. Вот. Один тебе. Очень мне нравится. Потому что оно бывает только в декабре. Вот такой вот. Midnight Plum and White Blackberry. Очень вкусно пахнет. Кстати, упаковочки там были. Некоторые написаны серебряным. Я взяла серебряным. А некоторые золотым. Вот. Ну, как бы они ничем не отличаются. Тоже только упаковкой. Также вот здесь вы, наверное, видите уже украшение. Я буду делать рождественский медовик. Посмотрите. Вот такие вот классные. Продаются у нас в Теско украшения. Это такая елочка. По-моему, это марцепан. Может, какой-то сахарный. В общем, они съедобные. Елочка. Такой вот Санта-Клаус. Взяла вот такие вот серебряные шарики. Тоже съедобные. И взяла... Вот как костеры у меня были, да? Такие круглые под напитки. Взяла такие же салфетки. Кстати, костеров больше не было. Я думала взять еще, но вот больше не было. Вот с одной стороны здесь елочка с подарками. С другой стороны вот такие вот собачки. И почтовая вот эта штука. Очень мне нравится, кстати. Очень праздничная, мне кажется, выглядит. Далее, что у меня тут есть? Ну, конечно же, картошка, морковка. Кстати, картошка, вот если живете в Англии, у нас в Теско продается вот такая вот Марис Пайпер. Раньше была другая упаковка. Теперь, по-моему, я Теско выкупил именно вот этого Марис Пайпер. Это фермер, который выращивает картошку. Больше всего она мне нравится. Взяла также вот такую вот маленькую картошечку для... Знаете, которую даже в мундире можно запекать. Вот, наверное, на гарнир, возможно, сделаю. Такую вот морковку обычную совсем для оливье. Для винегрета взяла вот буду варить сама свеклу. Потому что в прошлом году, по-моему, я покупала. И мне не очень понравился вкус, потому что она, наверное, чем-то там была приправлена. В общем, я не знаю. Так что буду сама варить свеклу. Взяла очень много, две упаковки. Не знаю зачем, но Диша любит винегрет. Поэтому он заказал у меня на винегрет на Рождество. Значит, я буду готовить оливье, винегрет. Не хватает кислой капусты. Квашеная Диша попрошу завтра садить в магазин. Потому что все выкуплено. Мы здесь живем. Очень много поляков. Вот они сразу все выкупили. Взяла вот такие вот две упаковки. Не знаю, почему две. Ну, никогда лучше больше, чем меньше. Крабовых палочек. Потому что буду делать крабовый салат. Золотая же к нему свежий огурчик. Купила рис. Вот такой вот басмати мне нравится. Тоже тасковские. Кукуруза. Горошек. Одна банка для оливье. Одна для винегрета. Взяла масло на всякий случай. Ну, для готовки. И для медовика тоже. Творог для рулетиков. Таких не сделала. Вот обязательно сегодня, может, даже буду печь. И увидите уже во влоге. Все, никак я их не сделаю. Чеддер, просто сыр для главного блюда. Буду запекать мясо, свинину. Тоже завтра попробую. Попрошу Дишу завтра сходить. И шампиньоны мне еще нужны. Лук есть. И взяла вот такие вот штучки, типа корзиночки. Видите, они здесь для десертов. Но мне очень нравится. Мне нравятся комбинации сладкого и соленого. Поэтому я вот в такие корзиночки кладу оливье. Вот такой вот на один раз укусить. Мне очень вкусно. Я взяла такие вот три коробки. Каждый год делаю. Мне Диша очень нравится. Не знаю, Вике понравится или нет. Но мне очень нравится такое сочетание. Ну и там вот еще майонез. Тоже взяла на всякий случай. Тоже много не бывает. И сейчас вот буду кушать. Взяла себе корзиночку в польском отделе. Смотрите, такая вот ножка. Большая стоит фунт 25. Вот, мне кажется, недорого. И очень вкусно. Вот такая вот фирма у нас продается в Теско нашем. Еще зашла в магазин для декора. Смотрите, докупила вот такие вот украшения. Ленточки, бантики, чтобы подарки заворачивать. Так, извините, у вас трясет тут немножко. Стоило, по-моему, 3 фунта. Недорого. Смотрите, тут целый набор такой огромный. Два также вот таких вот, эти вот, рождественское дерево, да. У меня были похожи на елки. Но эти вот такие блестящие. Вот их здесь три. И я их на веночек, которые оставлю себе, маленькие для украшения стола рождественское. Вот, смотрите, как они красно переливаются. И взяла еще вот такую вот штучку. В общем, там эти вот колокольчики. Тоже я их для веночка брала. У меня уже почти не осталось. И ленточки можно даже повесить куда-то. Вот, здоровская. И смотрите, взяла вот такую вот штуку. Она, по-моему, из льна. Она, это вроде как упаковочная бумага, только она тканевая. Вот. Но мне ее жалко резать. Так что я ее, знаете, как table runner. Серединку, как вот, я не знаю, как по-русски это сказать. Дорожка, да, наверное, дорожка посередине. Смотрите, как красиво, с красными ягодками. Мне кажется, она нам очень подходит. Потому что у нас все такое деревянное, белое, серое. И елка у нас в этом году красная. Вот, так что я оставлю именно для этих целей. Она очень длинная, там несколько метров. И смотрите, взяла на скидки, сейчас же все по скидкам, вот такую вот постель. Серую, с оленями. Мне кажется, очень рождественская. И внутри, видите, она такая в клеточку. Вот, кинг размер. Она, по-моему, стоила около 40 фунтов. Я ее еще взяла за 12, то ли 13. Вот, мне очень нравится. Она 100% вот катон, хлопок. И сразу же сегодня поменяю новую постель. И покажу вам, как это все выглядит. У меня никогда не было рождественской постели. Вот, так что я думаю, Диша тоже понравится. Нам хорошо впишется под нашу серую кровать. Вот так вот, в общем, выглядит постель. Есть такие классные олени. Вот, ее можно перенуть на другую сторону. И подушки, и сам вот этот пододеяльник. Он такой в клеточку. Вписывается в наши подушечки. Старенький. Он серебряный. И такая вот серая Hope and Love. И у меня есть еще такой вот серый плед, который мы накрываем. Фабиан его очень любит. Вот. И да, Фабиан, конечно же, любит новую чистую постель. Да, Фабиан? Самое время, чтобы помыться. Кстати, вот та штука. У нас так и нету прикроватных столиков. Вот, поэтому я использую лежалку Фабиана, в которой он не лежит. Вот, я использую ее как подставку для, там, крема для рук, телефон на зарядке. Вот, постель мне очень нравится. И Фабиан заценил, да? Ты заценил постельку? Ты уже собрался спать? Кстати, Фабиан в последнее время начал залезать под плед. Я вам фоточку покажу, как он под плед уже залазил. Раньше он не любил. А теперь прям утепляться собрался, да? Ты мой кот, который любит тепло? Ну, все-все-все, хорошо. Не нравится ему, не буду накрывать. Он только сам любит залазить под плед. А когда его накрываешь, ему не нравится. Кстати, у нас какие-то очень шумные соседи. Фабиан постоянно не может расслабиться на страже порядка. Молодец, котик. Молодец. Готовлю медовик. Я снимала такой мини-мини рецепт для Инстаграма. Так что переходите по ссылочке внизу, обязательно смотрите. Здесь у меня крошка подготовлена. Вот мои коржики. Сейчас я их буду собирать. Здесь крем. Смотрите, какая прелесть. Прям вкусняшка. И у меня какое-то прям новогоднее настроение, а не рождественское. Смотрю старые записи КВН. Это Азия Микс. Одна из моих любимых команд. Вот. И сейчас буду собирать тортик. Как я его собирала, я вам тоже уже показывала. Так что приходите обязательно в Инстаграм. Кстати, очень много сохранений. И смотрите. И потом вместе с вами сегодня мы будем его украшать. Я вам покажу, какой декор я сделаю. Ну что, медовик уже стоит в холодильнике. Ждет завтрашнего дня. А я уже поставила вариться картошка, морковка для вильевье и винегрета. Здесь свекла и яйца. Вот. Еще сегодня, наверное, отварю рис. Все приготовления уже будут именно завтра. Потому что в холодильнике места не так уж и много. Поэтому сегодня все отварим, подготовим. Завтра будем нарезать и заправлять уже непосредственно вечером. Субтитры подогнал «Симон»